Как обстоят дела в Тюмени и повлияла ли пандемия на количество брошенных животных? Давайте спросим у волонтера благотворительного фонда помощи животным «Горячая линия потеряшки». Екатерина Криволапова, и она на связи со студией. Екатерина, здравствуйте. Лето закончилось, сезон отпусков тоже. Вот что сейчас происходит? Много ли брошенных животных? Как справляются ваши волонтеры передержки? Здравствуйте. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать о том, что как раз с окончанием летнего сезона и дачного сезона у нас возникает все больше и больше проблем. Несмотря на то, что дачный сезон как таково еще не закончился, вот самый пик проблем с передержками и с количеством поступивших животных мы ожидаем на октябрь. То есть мы пока находимся в позиции ожидания, и уже сейчас поступает много информации о бошеных и оставленных животных на дачах. К сожалению, это уже тенденция, это происходит из года в год, и мы сейчас даже стараемся готовиться к этому сезону не ранее. А какие самые резонансные истории этого лета? У нас была ситуация с борзыми, которые были найдены в тяжелейшем состоянии, и благодаря усилиям наших волонтеров, благодаря сплоченной работе всех наших действующих лиц и наших кураторов, собаки смогли переехать на постоянное место жительства в Италию. Вот как только открылись границы, два наших счастливчика, это Агафья и Кандерлейн, они переехали в Италию, теперь они живут там. Екатерина, а вот в целом за последние два пандемийных года стали ли тюменцы брать больше животных из вашего фонда? Нет такой статистики, чтобы стали брать больше или меньше, но есть другой не менее важный вопрос. Во время пандемии, наверное, больше люди стали заниматься своими какими-то личными вопросами, личными проблемами, и у нас нету наплыва волонтеров. Обычно у нас бильно проходят люди, которые остаются с нами надолго, а сейчас такого нет. Поэтому хотелось бы озвучить, что особенно сейчас, перед началом нового учебного года, студенты и школьники, пожалуйста, выходите на связь, мы очень вас ждем в нашей вида. Ваше мнение, что необходимо сделать, чтобы вот изменить такое отношение людей к животным? Может быть, больше информировать, развеять уже, наконец, миф, что животные способны выжить на даче самостоятельно? Ну, наверное, эту проблему нужно рассматривать всесторонне, решать ее тоже с разных ракурсов. Здесь нужно смотреть и личные отношения, пересматривать и принимать какие-то законодательные решения. Но в этом вопросе была как будто администрация нашего города и контролирующие органы. Здесь нет проблем, они легко идут на контакт и активно участвуют. Хотелось бы, чтобы школы обратили внимание, волонтерские движения. И каждый человек в своей семье обращал внимание на то, что животные – это не игрушки, на то, что у них тоже есть чувства, они испытывают боль. И безответственное отношение к животным, оно просто недопустимо. Наверное, вопрос стерилизации сейчас должен стоять особенно актуально, опять же, связанный с окончанием дачного сезона. Нет, уже всем пора этот миф развенчать, о том, что всех заберут в какие-то добрые руки. Этих добрых рук – единицы, аж в год – тысяча. Не стоит на это рассчитывать. Спасибо. На связи со студией была Екатерина Криволапова, волонтер благотворительного фонда помощи животным «Горячая линия. Потеряшки».